Посмотрим адресацию тех IPv4 и IPv6 и в качестве примера посмотрим реализацию двойного стека. Двойной стек это когда одновременно и IPv4 и IPv6 Итак, цель наша это овладеть принципами настройки сетей IPv4 и IPv6 чтобы знать примерно как все это настраивается Какие задачи мы ставим перед собой мы должны настроить IPv4 как на хостах так и на маршрутизаторе маршрутизатор 1 для того чтобы не заниматься динамической маршрутизацией а остаться в рамках статической потом настроить статическую маршрутизацию на IPv4 настроить адресацию IPv6 также и статическую маршрутизацию IPv6 ну вот такая вот у нас схема сети будет эта часть с IPv4 вот эта часть с IPv6 и вот этот вот хост это сервер дуал стек двойной стек сервер который имеет маршрутизацию и ту и другую адресацию IPv4 и IPv6 то есть мы сможем с ним связываться как из этой сети так и из этой поскольку тут по одному маршрутизатору и все хосты к ним подключены то нам достаточно будет статической маршрутизации ну и вот вот такие вот данные мы поставили это у нас данные по IP-адресам ну и собственно задание будет заключаться в том чтобы настроить адресацию настроить маршрутизацию и проверить связь с сервером с дымстеком маршрутизация тут простейшая она у нас статическая поэтому практически будет работать сама по себе без всякой настройки ну и вот порядок выполнения настройка адресация IPv4 и IPv6 давайте начнем с того что построим эту сеть гэнэс-3 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 Называется DoubleStick Дуал стек Создадим новый проект Дуал стек Четыре виртуальных PC Четыре маршрутизатора Пять маршрутизаторов Пять виртуальных PC Давайте Вытаскиваем их На виртуальную машину Все выставляем На виртуальную машину Свитч Сюда один свитч Сюда один свитч И сюда один свитч Еще один Виртуальный PC Который будет сервер Значит Два маршрутизатора Ну вот Пожалуй Все Давайте Красиво Все разместим Значит PC1 Роутер Свитч Свитчи Свитчи у нас тут Только Как связующие элементы Фактически Без всякой настройки У нас сервер Наш Ну да Вот Так и выглядит Как нужно Теперь Давайте Связываем Давайте Придерживаться Будем Вот этих же Интерфейсов Но Для того Чтобы не запутаться Мы же готовили Тему Под конкретные Интерфейсы Будем делать Произвольным Образом Все запутаемся Так Давайте Нулевые На Коммутаторы Ноль На Коммутатор А тут О Коммутатор Это я Чипс У нас Коммутаторов Много Больше Это 2 Это 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 Я Все И те На память Свою Понадеялся 4 Будет 4 Будет h4 так ну пусть бы нулевой, нулевой потом подвинуть можно меточки свечи у нас всегда работают, видите дальше у нас первый на нулевой, первый, на первый так тут у нас второй на первый второй на второй а нулевой на нулевой нулевой на нулевой второй на первый и второй на второй и второй на второй ну вот как то вот так вот так убрали ну можно вот потить и вытащить лейблы, чтобы лучше видно это было местки давайте подправим ну и дополнительно центр притяжения у нас это наш сервер с двойным стеком мы наверное его отключим захват пакетов и потом проанализируем какие пакеты появились как они ходили и так далее вы с пакетами умеете работать такой простенький анализ пакетов проведем так запускаю все ну вот видите у нас сразу в виде есть роутеры стали рассылать IP версии 6 информацию так давайте откроем все вот это я нехорошо сделал надо было сразу вот тут вот изменить имя маршрутизаторов чтобы было понятно уже у нас есть это у нас вот тут вот проверим что у нас ключ на сохранение конфигурации и вот тут проверим включ на сохранение конфигурации ну давайте конфигурить итак вот у нас адреса но я уже эти адреса расписал в конфигурацию конфигурацию самих устройств поэтому так проще будет итак вначале давайте настроим узлы значит pc1 и pc2 вот они тут у нас удобно находятся а давайте я все таки консоль добавлю а это будет он так вот и тут консоль добавлю из эстетических соображений чисто так pc1 ну тут у нас просто это у нас не настоящий pc виртуальный ctrl-shift-v я вставляю в консоль вот мы привязываем к нему адрес и указываем ip адрес маршрутизатора ну и сохраняем соответственно на втором pc точно так же делаем ctrl-shift-v 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 ну вот тут можно пострить show ip вот ip адреса показаем ну и тут show ip вот мы видим нашу информацию по ip адресам какие нам нужны днс естественно мы не задавали на сервере ну точно так же все наш сервер ctrl shift save show ip ну шоу естественно можно полностью писать так ну все вполне так как мы и предполагали значит это наверное осталось большого и пи вот так итак давайте мы будем настраивать маршрутизацию на нулевом роутере ну вот смотрите у нас что у нас тут есть постнейм гэйтвэй 1 проблема следующая это же у нас не настоящий маршрутизатор это у нас фреймворк маршрутизации ну и он запускается просто как отдельный фреймворк этот фреймворк еще со времен самой первой зебры шел вместе вот этим шеллом который типа цисковского ну и так все и осталось ну и в результате получается что он не сохраняет свое имя но для порядка выполнения мы его записываем и и во время выполнения он будет работать но при остановке и запуске заново он имя свое не сохранит впрочем то же самое написано в документации значит ну он тролл z write mem записал значит теперь мы по интерфейсам будем настраивать интерфейс ethernet 0 значит айпи адрес оставили значит вот тут у нас есть но у шатдаун он естественно это поддерживает команду но в отличие от циска по умолчанию не выключены все интерфейсы ну а давайте посмотрим шоу ранен конфиг вот у нас интерфейс он не показывается интерфейс по умолчанию шоу на интерфейс вот они опущены интерфейс и дауна то есть тут он автоматом поднимает интерфейс как только мы их конфигурим ну но я думаю это тонкость не принципиальная и так Google интерфейс ethernet 0 ethernet был 0 это ethernet 1 айпи адрес теперь ethernet 2 адрес на этот Ethernet writemem ну, давай конфигурацию посмотрим вот у нас конфигурация интерфейса можно посмотреть интерфейс вот так вот подняты интерфейсы и адреса на них повешены ну и теперь собственно мы посмотрели настройки маршрутизатора и проверяем подключение нам нужно пропинговать так вот у нас вот IP у нас 138 но мы его с этого PC будем пинговать вот она пингуется ну и проверим наш сервер у сервера IP вот такое ну и давайте его пинговать что у нас захватом вот мы этот пинг и видим тут у нас были как только мы ему дали IP адрес он сразу арпом фактически сообщил какой у него IP адрес да значит дальше он находит маршрутизатор и вот тут это отрабатывает пинг вот он можно конкретно посмотреть удержимое пакетов но тут мы видим откуда пошел пинг куда вот у нас было пять пингов и вот тут пять пингов и отработали давайте дальше посмотрим а теперь разберемся вы сможете с адресацией IP версия 6 настройка узлов и c3 на данный момент мы настраиваем только IP версия 6 ну IP вот он у нас вот так вот такая вот информация на нем при настройке IP версии 6 мы настраиваем как мы видим только адрес ну естественно с маской роутер мы не настраиваем show IPv6 есть и вот смотрите вот роутера тут нету значит он цепляет роутер по сообщению адвертисмент роутеровский и и когда маршрутизаторы будут сообщать о своем о своих так сказать маршрутах он его и подцепит но пока мы видим что его нету тут никакой информации соответственно если мы попытаемся пинговать куда-то то никуда и не дойдем IP версии 6 для PC4 но тоже show IPv6 ну и IP версии 4 версии 6 для сервера сервер и теперь и и и и и и и и и маршрутизатора ну и фактически у нас это все настроилось и теперь конфигурием маршрутизатор enable тут можно не набирать потому что он уже в режиме enable гост 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 опять же это не сохранится значит интерфейс эзернет 0 интерфейс эзернет 0 вставляем вставляем адрес вставляем ip адрес шум шум у нас по ip версии 6 отключена рассылка анонсирование маршрутов отключена ну потому что мы мы сможем это другой вариант использовать для работы с маршрутами но в данном случае мы используем именно анонсирование маршрутов и поэтому мы его включаем кроме того когда мы анонсируем маршруты нам нужно анонсировать и префикс и no shutdown но это не обязательно вот у нас наш маршрут интерфейсы это у нас такая вот вещь и так давайте мы следующий интерфейс 1 1 1 1 1 1 это я стрелкой вверх вниз работаю ну и вот этот маршрут мы будем анонсировать и наконец вернет 2 значит и анонсирование маршрутов пойдет кроме того мы можем задать фарвардинг но дело в том что у нас в основе этого роутера Linux лежит у него для маршрутизации нужно задать фарвардинг между интерфейсами ранее этот фреймворк работал он направлен был на IP версии 4 поэтому фарвардинг IP версии 6 был отключен по умолчанию его нужно было обязательно включать сейчас он включен по умолчанию поэтому ну для совместимости осталось мы его включили чтобы вы поняли что фарвардинг впрочем как и для IP версии 4 тоже фарвардинг можно включать но он не будет все равно в конфиг записывается что running конфиг видите его все равно нету вот этого фарвардинга потому что он включен по умолчанию но если мы его отключим то он как раз отключится то есть то есть нету ничего что не является что является значением по умолчанию а вот посмотрите как только мы включили анонсацию анонсирование маршрутов у нас сразу вот пошел роутер адвертисмент вот видите работал ну и соответственно роутер адвертисмент идет в рамках линка да соответственно когда мы включали на других интерфейсах адвертисмент вот на этом интерфейсе ничего не показывал так ну так можно интерфейсы посмотреть вот пожалуйста а ну и вот где роутер адвертисмент включен адвертисмент а а а а а а вот у нас видно что роутер адвертисмент включен вот на этих интерфейсах на 3 ну вот собственно и все и теперь давайте проверять а пинги а вот давайте вот как изменился роутер вот у нас появилась мак адрес нашего роутера который он сообщил в своем сообщении и точно так же и тут появились и тут и тут появились ну и вот тут и вы же видите вот он а а а вот он сообщение его пошли и вот он точно такой же мак адрес тут а а демонстрируется ну и пропингуем друг друга так так pc4 у нас c3 пинги мы видим что пакеты пинга проходят ну ну фактически что у нас да вот мы это проверили и фактически мы выполнили план нашей работы то есть сконфигурили ip адресацию и маршрутизацию статическую ну таким образом наша работа считается выполненной ну и после этого вы можете писать этапы по пакетам ну пожалуй и все